Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Технологии будущего или очередная ловушка? Тема эфира сегодня – живые клетки. Это 55-летняя Вера Зинкевич из городка Узин Киевской области. Пять лет назад она прощалась с жизнью и с родными. Врачи поставили ей диагноз – панкреонекроз. Я уже не ходила, я уже не болотала, я согласилась умирать. Но в столичной клинике смертельно больной предложили эксперимент – лечение стволовыми клетками. Никогда я не верила этому методу. Сын скажет, мама, руби, ты ничего не теряешь. Сегодня Вера здорова. Стволовые клетки не только восстановили поджелудочную железу, у женщины прекратились приступы бронхиальной астмы, которой она страдала с детства. Она помолодела, она похорошела. Фактически, это, можно сказать, что это чудо. Сегодня в студии «Касается каждого» мы выясним. Могут ли стволовые клетки вернуть здоровье? Или это новый способ заработать на горе пациентов? Клеточная терапия – спасение от отчаяния или медицина будущего? Итак, Вера Алексеевна Зинкевич сегодня приехала в студию. Встречайте. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Вера Алексеевна. Пожалуйста, присаживайтесь. Вера Алексеевна, расскажите, пожалуйста. Итак, вы говорите, что у вас был билет в один конец. Вы буквально ехали в больницу умирать. У меня было на поджелудочной четыре кисты. Я уже не ходила, не разговаривала. Какие прогнозы тогда делали? Что я не выжила. А не говорили, сколько вам жить оставалось? Ну, буквально, может, год, год, полтора. Доктор пришел до меня и говорит, у нас есть такая методика ликования стволборовыми клетенами. Дочь была против очень. Она не хотела. На тот момент, когда вам предложили, вы что-либо знали о лечении стволовыми клетенами? Когда мне сделали вот эти стволборовые клетки, спустя две недели я начала себя чувствовать лучше. Через 25 дней меня выписали домой. Вот, я через четыре дня сапку и нагород. Вам скажу честно. А как вот ваша семья отнеслась к этому решению? Очень плохо. Мужу не казали ничего, чтобы я не знал. Дочка тоже, она чуть не потеряла сознание, с доктором поругалась, сказала, что мама моя не кролик. Моя не мышь экспериментальная. Я не дозволяю. Ну, сын говорит, мама, тебе нечего терять, давай сделаем. И никому не скажем. Мы никому не сказали, согласились на этот эксперимент. Врачи сделали невозможное. Они меня подняли в течение 21 дня на ноги. Ира Алексеевна, скажите, а вам врачи объясняли, как будет проходить вот сам процесс лечения? Что это такое? Они не объяснили мне ничего. Ну, когда пришли и сказали, готовься, ляжь, мы тебе сделаем инъекцию сделали. Все, больше ничего. Давайте посмотрим, как изменилась ваша жизнь после выздоровления. Внимание на экран. Сейчас вам покажу, где у меня лежали лекарства. Забито было полностью лекарством, да. И не только тут, а везде по всей кате. Видите, сейчас косметика у меня. Тухи, эфирное масло, крем для рук. Крем по 300 гривен. По 300 гривен даю за них и радуюсь. Потому что у меня сейчас я не даю на лекарства, а даю на свой внешний вид. Ира Алексеевна, то есть вы, по сути, поняли, что вы не зря рисковали, да? Я не зря рисковала. Вы знаете, человек захворил, он на меня так, дуже обиделся. Кажет, как ты говорила, у тебя лекарство было везде. А зараз не мая даже температура. Пиди в аптеку, купи целинку. Скажите, а вот интересно, отношение вашей дочери теперь как-то изменилось? Она же была против лечения стволового клетка. Вы знаете, изменилось, намного изменилось. Но она все равно не верит до последнего. Она говорит, кто ее знает, как эти клетки даст о себе знать через пару лет. А бронхиальная астма ваша тоже? У меня не мая бронхиальная астма зараз. Это очень интересно. Вот у нас в студии, я хочу представить, Руслан Салютин, директор координационного центра трансплантации клеток и органов. Руслан, скажите, вот тот момент, когда вот Вера Алексеевна принимала довольно непростое для нее решение, вот как говорила ее дочь, стать подопытным кроликом, по сути. Насколько сильно она рисковала? Я могу сказать, что любой метод лечения, даже официально зарегистрированный, и любой фармапрепарат имеет свои показания, имеет свои противопоказания, а также имеет свои побочные эффекты. Побочные эффекты это что? Побочных эффектов можно пересчитать буквально по пальцам, и это в основном те дефекты или те побочные эффекты, которые связаны с нарушением техники введения. Это не может привести при правильном применении стволовых клеток к смерти или каким-либо другим тяжелым осложнениям. Вот в случае с Верой Алексеевной это был эксперимент или это было лечение? Она была участником клинических испытаний, которые проводились при лечении пациентов с острым панкреатитом, панкеронекрозом. Поэтому это действительно был этап клинических испытаний. У нас в студии Андрей Папандопула, глава лаборатории клеточного культивирования. Здравствуйте. Добрый день. Нюанс здесь заключается в том, что под таким общим понятием панкреонекроз на самом деле скрывается очень большое разнообразие различных патологических состояний. То есть, по сути дела, коррекция при помощи вот этих особого вида стволовых клеток могут влиять на степень выраженности иммунной реакции. И получается, что применив этот метод лечения, мы выстрелили по совершенно вроде бы разным заболеваниям, но в основе которых лежит один и тот же процесс. То есть, мы результат лечения не предсказуем? Я бы так не сказал. Мы сейчас говорим об эксперименте. На самом деле, с моей точки зрения, в этом термине ничего плохого нет. Другое дело, как этот эксперимент проводится, насколько он профессионален и насколько он обоснован. А сколько человек уже прошло лечение стволовыми клетками? Такой эксперимент. Если говорить об экспериментальных исследованиях, то количество по разным направлениям исчисляется тысячами. У нас в студии заслуженный артист России, любимый актер Станислав Садальский. Здравствуйте. Стас, вы впервые во всеуслышание заговорили о том, что известные российские актеры использовали стволовые клетки для омоложения. Я понимаю, сейчас вы рекламируете то, что не должно применяться, то, что должно запретить. Мы сейчас участвуем в рекламной акции. Вы хорошо ее отрабатываете. Я вам клянусь, если бы я с детинства, с 13 лет, вы понимаете, что такое бронхиальная астма? Вера, все, не хочу это говорить. Вера, вы такая есть кликушка. Хорошо, Вера, вы с 2002 года, я запомнил, что вы стали кричать, что вы умираете. Да, я умирала, я выжила, слава Богу. Вы умирать не можете. Дай Бог вам здоровья. Хорошо, Вера. Ради Бога. Это есть просто такой у вас дискарактер. Ну, что вы сейчас делаете, говорите, что клетки эти полезные, это вы берете на себя... Я не говорю, что полезные для кого-то. Все, все, тише. Я не говорю, что полезные для кого-то. Помолчите, Вера, помолчите. Для меня полезно было. Помолчите. Вы знаете, это эмбрионы. Это эмбрионы. Это неродившийся организм. Я первый рассказал об этом зле, об этом зле, в котором умерли очень много достойных людей. Стас, объясните, почему это зло? Ну вот Вера Алексеевна, она живет сейчас, и она чувствует себя намного лучше. Почему это зло? Да нет, Вера Алексеевна, это обмытый камень. Я расскажу про Сашу Абдулова. Единственное, про кого я расскажу. Есть в Израиле, есть клиника крови, есть специальный пароход, который за 10 тысяч долларов, это было там еще 7 лет назад, 10 тысяч долларов подписывали все бумаги, что никому ничего не разглашают, никому ничего не делают. Саша стал лечить, значит, кожу. И пошло сначала потрясающий эффект. Кожа стала гладкая, потом пошли все раковые изменения. Есть другие актеры, которым он посоветовал. Я не хочу их называть фамилией. Есть актрисы блистательные, я писал об этом. И то, что вы сейчас говорите, вы совершаете преступление. Я говорю про себя, я не говорю про полный метод. Вы даже не понимаете, вам надо мозг лечить. Станислав, подождите. Стас, можно спросить, а зачем вы написали об этом? Потому что, чтобы... Вы хотели предупредить... А, крайне, это большой бизнес. Это большой бизнес. Мне очень много звонили, говорили, что ты нам сорваешь бизнес, не говори. В нашей студии известная телеведущая Снежана Егорова. Давайте поприветствуем. У меня пятеро детей, двое из которых мои младшие дети. Когда они родились, я сохранила для них в банке крови их пуповинную кровь. Именно на всякий случай, когда будут развиваться эти технологии, для того, чтобы определенные виды или роды предположительных каких-то диагнозов или болезней в течение их жизни, чтобы у них сохранялась их родная пуповинная кровь, из которой в дальнейшем, насколько я понимаю, выделяется какая-то определенная фракция стволовых клеток в том числе. И можно решить какие-то проблемы. Руслан, скажите, пожалуйста, вот то, о чем говорит сейчас Стас, о том, что сначала есть эффект действительно улучшения, омоложения, человек чувствует себя лучше, но потом начинаются, вот возникают раковые клетки и человек умирает. Андрей, извините за... Я похож на идиота? Не, ну вы не похожи. Но мы здесь никто не похожи на идиота. Андрей Геннадьевич знает ситуацию очень близкого мне человека. Я не хотел об этом говорить, но когда я вот слышу вот эти вот высказывания, человек, который подарил мне жизнь, я его спас благодаря использованию стволовых клеток. Вашу маму вы имеете в виду? Да. Я спас ее благодаря использованию стволовых клеток. Скажите мне, пожалуйста, если я не пошел бы на это, если я не занимаюсь этим вопросом, да, и не изучаю его достаточно досконально, я бы пошел бы на это? Я думаю, что нет. И любой из вас бы не пошел бы. Но благодаря этому я спас свою маму. Есть разные стволовые клетки. Я вам говорю про эмбриональные клетки, которые делал ваш бывший президент. Так вот, 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 вот. Делал. Есть такой эффект. Хорошо, что там зубы, что они выросли вот здесь, на этом самом. Есть, делали, это делала Оксана Пушкина, делала вот эти уколы. Вы говорите про пуповинную близкие. Это замечательно. Нет, пуповинная, они не могли пользоваться пуповиной. Когда были эти самые ячмени, всегда кровь брали отсюда и делали, переливали там, все это делали, делали такую штуку. Это разное, это мы говорим о разных... Вот. Стас, а откуда вы так хорошо в этом разбираетесь? Вы же не врач. Ну, я, мне было просто интересно. Вам тоже предлагали какие-то процедуры? Нет, я, я, в принципе, есть, я вам сейчас расскажу. Предлагали, признайтесь, предлагали. Предлагали. Вот видите. И что вы ответили? А? Ну, я жив пока. Слава Богу, но вы ответили нет. Вы правили. Станислав, ну вы говорите об эстетической медицине. Вот, я наконец-то вспомнила, как это называется. А мы говорим о здоровье. Скажите, Руслан, вот те стволовые клетки, которые вводились в данном случае в вере, это те клетки, о которых говорит Станислав, это какие-то эмбриональные клетки? Или все-таки это клетки, полученные от каких-то доноров? На сегодняшний момент территория Украины используется в клинических испытаниях и, скажем так, будет использоваться в клинической практике основной. Это несколько видов клеточного материала, который получен, а, из пуповинной крови, получен из периферической крови, получен из костного мозга и получен из жировой ткани. В настоящий момент работы, которые связаны с так называемыми эмбриональными материалами, в настоящее время на территории Украины не ведутся. Они запрещены? Они не запрещены, но есть понятие биоэтики, есть понятие нормативно-правовой базы. Они практически официально нигде не ведутся. Я извиняюсь, что я перебиваю. Вот вы знаете, основная проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что на эту тему рассуждают все, кому не лень. Замечательный актер. Ну, как, собственно, в нашей стране на любой теме. Потому что правды никто не говорит. Прекрасный оратор Стас Садальский на сегодняшний день пытается, как бы, комментировать достаточно специфическую профессиональную отрасль. Вот те клетки, о которых вы говорите, полученных из эмбриональной, это те клетки, которые на сегодняшний день официально в мире проводится одно единственное исследование в Соединенных Штатах Америки на 14 пациентах с тяжелой спинальной травмой у пациентов, пострадавших во время войны в Афганистане. Все точка. Больше официально эмбриональные стволовые клетки никто не использует. Почему? Потому что так и да, вот эти эмбриональные стволовые клетки, не путать с абортным материалом, это другие клетки, это фитальный материал, они, да, могут превращаться в опухолевые клетки. Все остальные стволовые клетки могут стимулировать развитие имеющегося рака. И в этом основная проблема. Спасибо. А у нас в студии Людмила Захарченко, натуропат. Она устраняет причины болезни природными методами. Я понял, что Стаса мне не согласна, он сказал мои слова. Да, это реклама. Я не суждаю человека, да, там. Ну, зачем вы это говорите? Не эмбрионально. Во-первых, послушайте, во-первых, вы навешаете тут же ярлыки. Это реклама, а это не реклама. Вы не даете ответить. Ну, послушайте, я вам говорю, что я сохраняла пуповинную кровь в банке пуповинной крови. Правильно. Но пуповинная кровь является только для того, кто ваш ребенок и больше никто. Руслан, на сегодняшний момент на передовые позиции по использованию клеточного материала или клеточного транспонтанта выходит пуповинная кровь. Вспомните конец 80-х годов, когда газеты «Труд» и все остальные писали о чем? Что космос — это плохо, он высасывает массу денег, ракеты, которые запускаются в космос, они разрушают озоновый слой. Это привело к тому, что космическая отрасль, в том числе и Украина, перестала существовать. Так если мы будем говорить о том, что стволовые клетки — это плохо, то Украина опять окажется в хвосте поезда, который идет вперед, и научно-технический прогресс у нас просто-напросто остановится. Руслан, вот Лера Алексеевна сомневается в своем здоровье, она не уверена, что с ней будет дальше. Есть пациенты, которые живут более 30-35-40 лет после транспонтации стволовых клеток и абсолютно себя нормально, адекватно чувствуют. Наша следующая героиня уже 5 лет живет сердцем, которое стволовые клетки буквально починили. Встречайте, это Людмила Владимировна Мороз. Людмила Владимировна, что было с вашим сердцем? Расскажите. Я принесла в своей жизни два инфаркта, и я попала в больницу, директором которой является Гринь Владислав Константинович. Это бывший мой ученик. Мы с ним разговаривали. Я говорю, наверное, уже все. Уже конец мне. Он говорит, ничего, мы сейчас эксперимент делаем. Давайте будете участвовать в этом эксперименте. Для вас это тоже была последняя надежда, как в случае Веры Алексеевны? Да, но если каждые 20 метров выпивать таблетку нитроглицерина, то это ж не жизнь. И я решила попробовать стволовые клетки. Ну и мне поставили. И вот, как вы видите, нормально. Чувствую себя очень хорошо. И работаю. Стас, как вы думаете, вот наша героиня тоже рекламная? Ну, конечно, театр. Ну, конечно, театр. Вот господин Папандополо мне здесь упрекнул, что я, говорит, свое мнение высказываю. Вы высказываете мнение своей клиники, ее впариваете людям. Я искренне говорю. Нет, уважаемый. Вы служите на Мамоне, мы служим людям. Нет, дорогой, дорогой товарищ Артис. Это никогда не коснулось, наверное. Я хочу сказать, я не знаю, с каких позиций вы так судите, но я одно хочу сказать. Когда у человека, как говорится, жизнь на волоске висит, и есть какой-то хоть маленький шажок можно сделать, чтобы улучшить свою жизнь и остаться в живых. Эффект плацебо. Знаете, что такое эффект плацебо? Значит так. Мне делали клетки мои. Во-первых, вам не нужно нервничать. Вы прекрасная женщина, и самим фактом своего существования и цветущего вида уже демонстрируете прогрессивность этого метода. Во-вторых, Андрей, люди, которые вот как Станислав, да, как бы они перепуганы какими-то страшными историями, их гораздо больше, чем людей прогрессивных, способных мыслить трезво. Потому что мы живем в средневековье. Это свидетельствует о том, что люди не верят врачам, они не идут обследоваться, они не занимаются профилактикой. Если у них возникают проблемы, они с гораздо большей скоростью бегут к знахаркам, которые будут их лечить какими-то травками, заговорами, приговорами и какими-то хвостами от мертвых жаб, чем они пойдут к врачам. Потому что, друзья, мы живем в 21 веке. Технологии идут вперед. Людмила Владимировна, это правда, что уже через 4 дня после введения стволовых клеток вы вышли на работу? Да, поднялась на 6 этаж к Андрею Геннадьевичу в его лабораторию. А кем вы работаете, Людмила Владимировна? Я работаю сейчас учителем, а когда мне делали операцию, я была директором школы. То есть неспокойная работа, нервная достаточно работа у вас. Да, очень нервная. Давайте посмотрим, как вы после операции, как вы уже лихо бегали по школе. Внимание на экран. Вот так, как я жила до операции и после. Разница между небом и землей. Пройду 5 ступенек, таблеточку выпью, постою и дальше иду. Пройду в конце, еще одну таблеточку выпиваю. Я уже, честно сказать, на третий день после операции сама поднялась на 6 этаж без лифта. Ну а сейчас я бегаю и энергично провожу и уроки, и у меня дети, и классное руководство, и кабинет. Людмила Владимировна, а сейчас мы хотим вот вам и всем нашим зрителям, и всем, кто присутствует в аудитории, показать, как стволовые клетки действительно отремонтировали ваше сердце. Внимание на экран. Андрей Геннадьевич, можете прокомментировать, что мы сейчас видим? При инфаркте миокарда происходит нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. И происходит как бы ее некроз, то есть часть мышц умирает и в конечном итоге замещается рубцовой тканью. И мертвое уже не оживишь, и в том числе и при помощи стволовых клеток. Зона интереса, по сути дела, является вот эта граница между здоровой тканью и зоной некроза. То есть насколько она включится в процесс, насколько можно ее восстановить, во многом зависит клинический эффект. А были альтернативные методы лечения? Вот ни одно лечение не должно быть страшнее болезни. Поэтому, конечно же, обидно, когда человек приходит с какой-то, ну скажем так, неживотрепещущей проблемой по поводу кожи и в конечном итоге наталкивается на ситуацию, которая приводит его в могилу. Поэтому, как ни парадоксально, хуже всего лечить тех, кто не болеет. У нас в студии Геннадий Батенко, священник и член комитета по биоэтике. Скажите, как церковь православная относится вот к подобным экспериментам, в принципе, к лечению стволовыми клетками? Скажу так, что, конечно, церковь не против лечения стволовыми клетками. Вот Стаса возмущает, Станислав возмущает то, что источником получения стволовых клеток является абортированный младенцы, эмбриональный материал, скажем так, утилизация абортированных зародышей, да, человека. Это проблема глобальная. Куда их девать? Зачем выбрасывать в кавычках материал, когда его можно использовать? Правильно? Вот против этого ужаса выступает церковь, потому что все остальные источники, которые используются для лечения любых заболеваний, их целый ряд, это целый ряд этих заболеваний, где можно использовать стволовые клетки, правильно? Церковь смотрит нормально, потому что развитие науки, это действительно человеку приносится исцеление таким образом. Человек живет, есть такой золотой принцип, да, медицина основополагающая, не навреди. Его нужно применить и к духовной сфере, потому что не навреди не только телу, но не навреди и душе. Если человек идет на то или иное лечение стволовыми клетками, существует информированное согласие, понятие информированного согласия, когда человеку должны сказать, что источником этих стволовых клеток, которым мы сейчас вам ведем, является то-то-то, человек говорит, его спрашивают, вы согласны? Он подписывает свое согласие. Но если этот факт умалчивается или скрывается, то тогда, если он скрыт от пациента, значит, всю ответственность духовную, греховную и какую угодно правовую берет на себя медицинская сторона. Десять лет назад в одном из харьковских роддомов родители мертворожденных детей винили медиков в том, что их младенца выкрали и якобы брали у них стволовые клетки. Мы выяснили, что расследование этого дела до сих пор не завершено. И сейчас я хочу представить Алексея Красноженюка. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Владелец частной клиники, которая занимается клеточной терапией. Кому выгодны такие вот скандалы? Можно вот, если неправильно хоронят материал, как вы сказали, Экс Геннадий, неправильно захоронят, возможно, использовать. Но чтобы специально выкрасть, и как у нас еще говорят, перемолоть младенцев и потом использовать, ну это чушь полнейшая. Клетки, как любое лекарство, имеют показания, и если их строго соблюдать, тогда можно получить эффект. Где я видел, у нас тоже были, вот совершенно согласен, что двум нашим героиням это могло помочь. Абсолютно согласен. Такого, конечно, ощутимого эффекта при неврологических заболеваниях, к сожалению, не наблюдается. Это правда. То есть клетки не лечат все. И те исследования, о которых говорил Руслан Викторович, Андрей Геннадьевич, Снежана, что Украина должна этим заниматься. Потому что Украина первой из стран СНГ в прошлом году признала эти исследования в рамках государства. Порядка 70% пациентов не нужна клеточная терапия, а им нужно стандартное лечение. Тяжелое, сложное, какие-то операции, какие-то стенты, а не клеточная терапия. А вот тогда, когда это все не помогает, вот тогда, или не может быть реализовано, вот тогда надо рассматривать эти вопросы. Друзья, я хочу рассказать еще об одной удивительной истории. У нас в студии Валентина Вовка. Здравствуйте, Валентин. Стволовые клетки спасли вашего дедушку от кампутации ноги, да? Так, случайно. Вы были против изначально этого лечения? У нас просто, звичайно, выникли сумніви, потому что будь-який эксперимент предбачает, как позитивный результат, так и негативные наслідки. Но дело в том, что дедушка настолько был непохитным в своем решении, он настолько глубоко верил, что данный эксперимент допоможе ему, что нам осталось просто-напросто ждать, чем это все закончится. И слава Богу, что эти чудодейные стволовые клетки, которые были последней такой соломинкой для его спасения, для восстановления его полноценного движения, для продолжения его жизни. Но ваш дедушка вот рядом сидит, Иван Панасович Солодкий. Здравствуйте. То есть вы были добровольцем, вы верили в врача? Да. Я почитал газеты «Сельские вести», про це написал, именно приняли. А сколько вы врачей уже обошли, пока пришли к этому методу? И районные, и областные, и гроши, сколько я выкину, Боже мой, только посчитать. А зараз я здоровье, дед, все роблю, дома я в Соли живу. Молодец. Руслан, а вот насколько это вот, нелегкомысленно ли это? Вот взял человека информацию из газеты «Сельские вести», и вот он просто поверил так врачам. Ну, слава Богу, что все хорошо. На тот момент Иван Панасович был одним из первых пациентов, которому мы использовали кордовую кровь для лечения хронической ишемии конечности. И мы имеем на сегодняшний момент достаточно хороший результат. Иван Панасович, как вы себя чувствуете? Хорошо. Танцуете, пляшете? Уже старые танцеваты. А дрова рубаю, картоплю сапаю, все роблю дома сам. Вы поймите, пожалуйста, правильно, что стволовые клетки – это не панацея. Это один из комплексов или один из способов лечения инструментов, который может быть использован при лечении той или иной патологии. Но это не панацея. Только использование целого комплекса мероприятий, в том числе с использованием клеточной трансплантации или терапии, позволит излечить тяжелую патологию человека. Да, Геннадий. Когда в протоколах врачебных, когда вот, допустим, предлагается лечение стволовыми клетками, прописывается источник получения стволовых клеток. Конечно. Тогда в таком случае у меня есть предложение, коллеги, все эксперименты на эмбрионах человеческих запретить, если только в одном случае, если это касается жизни самого эмбриона. И тогда все разговоры вот эти вот, они просто исчезнут. Вот я полностью как бы поддерживаю эту точку зрения, но надо понимать, что это совершенно разные темы. Почему? Потому что вот те, кто занимаются клетками, в том числе и фитальными, то есть полученными из абортного материала, они же не бегают там с кюреткой за женщиной и уговаривают ее сделать аборт. Это одна половина дела. То есть те, кто занимаются как бы клеточной терапией, они используют, по сути дела, уже то, к чему они отношения не имеют. Вот. Ведь юридически, и фактически это так, не имеет права тот, кто забирает почку, ее пересаживать. Так же? Угу. Не имеет права тот, кто делает аборт, потом работать, работать с этими клетками. И так и происходит. Да, для начала. Стас, вы вот по своей природе, сейчас, Смиран, секунду, вы по своей природе очень авантюрный человек, да, вот и все-таки что должно произойти, вот чтобы вы пошли на эксперимент над собой? Вы знаете, надо общаться с умными людьми. Я сегодня, во-первых, потрясен отцом Геннадием, потому что, вы знаете, обычном батюшке здесь капуста висит, и, знаете, такие темные люди. Образованный человек, я восхищаюсь вами. И я, конечно, сегодня меня Снежана тоже удивила. Это вещами, то, что вот пуповинная кровь, вы знаете, все, когда рождают свои дети, способ делания детей, он сохранился веками, другого ничего не изобрели. И все, кто рожают своих детей и животные, все, все оставляют. Только шакалы сжирают свое это самое. И вот то, что вы, это пуповинная кровь, я тоже бы... Вы знаете, Станислав, если бы вы хотя бы один раз оказались на моем месте, в родзале, не на месте доктора, а на моем, то в таком случае вы бы совершенно иначе думали бы... Вы иначе думали бы... Если бы вы знали, как у нас тяжелая жизнь, вы бы так не говорили бы. Во-первых, нет. Если бы вы знали, как у нас прекрасна жизнь, Станислав... Будьте на своем месте. Будьте на своем месте. Во-вторых... И детьми, уже не надо так уже детьми разбрасываться, бравировать детьми, не надо. Посмотрим, что еще, кто из них вырастет. Станислав, вот меня... Знаете, что меня больше всего поражает? Как вы, с какой легкостью, по-хамски, вы обращаетесь к женщинам в этой студии, и при этом вам рукоплечь. Мы по половому признаку будем общаться. Естественно, по половому признаку мы будем общаться. Потому что элементарно разговаривать с женщинами, возможно, даже не старше, а вашего возраста, в таком тоне, нереально, понимаете? Во-вторых, я могу с точностью вам сказать, кто кого я воспитываю, потому что моей старшей дочери 21 год. И это человек, который уже в этом обществе, скоро родит следующего ребенка. И я могу говорить не только о своих детях, но и о тех детях, которые будут рожать моих детей. Вы прекрасная мать, вы самая прекрасная мать. Снежан, я лично как мужчина, Снежан. Вы самая прекрасная мать в Украине. Я вам аплодирую. Я вам аплодирую. Самая прекрасная мать. Спасибо вам большое. И я очень благодарна за ваше аплодисменты. Прекрасная мать. После рекламы в нашей студии человек, которому 10 лет назад ввели эмбриональные клетки. Почему ему не помогает клеточная терапия? Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Тема эфира «Живые клетки». Мы нашли человека, которого врачи 10 лет назад с помощью клеточной терапии, в прямом смысле, поставили на ноги. Встречайте, это Вячеслав Гордиенко. Вячеслав, расскажите, это правда, что болезнь у вас развивалась так быстро, молниеносно, что вот близкие даже как-то не поверили вам, что вы больны? Начиналась она у меня с 15 лет, я заболел. Меня просто водило и блестели очи. Думал, мне никто не верил. Думал, что там выпив или что-то. А какой диагноз врачи поставили? Ну, ростянский рост. Как долго это продолжалось? В течение года, где-то так. У нас в студии мама Вячеслава. Валентин, здравствуйте. Расскажите, что было с вашим сыном? Мой сын заболел в 15 лет. Он закончил 9 классов и поступил в хорольский техникум. Привчився он где-то с піврока. Потом приезжает домой и говорит, что я плохо вижу, мне сложно учить уроки. Я хожу, у меня заплетаются ножки, значит, иду, и перечипаюсь. Ну, я думаю, эта дитина, наверное, не хочет учиться. Я говорю, Славик, ну, уже ты піврока провчився, и еще піврока, уже весна, и уже рік пройшов. Мы ему не вірили. Понимаю, вам тяжело. Потом он так приезжает по выходных домой. Бачу, иди, и его так водить. Я думаю, 12 часов дня, я думаю, чем он выпил, чем-то уже, ну, понятно. И еще мы так поїхали, он все ничего. Потом у меня втопився братик, и на похороні в него пропало зрение полностью. И вот с этой минуты мы туда его повезли до врача. Валентин, давайте сейчас мы посмотрим, что Славик рассказывал нашим журналистам о своей болезни. Внимание на экран. Вот я ставлю тарелку. Как у меня было дуже погано зрение. Я бачил, что тарелка кругла. Но только не бачил очима, как есть. И не бачил, что мне лежит, как пища. А с подушками тоже, когда я не ходил ногами, был инвалидом первой группы, я не мог сидеть. И меня по бокам обкладывали подушками, чтобы я мог хоть как-то удержаться, не упасть. Эти четыре года я не жил. Я просто существовал. И все. Да, он действительно, зрения в него не было. Ести он сам не мог. Его кормила наша бабушка. Ходить он не мог. Ну, мы кидалися где только можно. Сразу мы кинулися по бабах. Год мы ездили по бабках. Думаем, что нам пороблено и все. Ну, нам ничего не дали. Эти бабки абсолютно. Потом там, в Черкасах, мы лековались ему. Вели там интерфероны какие-то ему. Мгновенно стало погано. В Киеве тут были тоже невропатологи. В Оржице лековались там по месту. Він три с половиной роки був лежачий. Мы его поднимали, садили в коляску, возили. Где в лекарню, человек носил его на плечах. Ой, Господи. И потом вам предложили... И потом в газете мы прочитали, что в Киевском институте нейрохирургии одному человеку, он был сфотографированный, ввели эмбриональные клетины. Ну, нам клетины ввели, конечно, с абортированного материала. Это точно. И это... Значит, через две недели он стал ходить. В него, после уведения этих клетин, очень сильно болела голова. Очень сильно. Голова у него болит и по сегодняшний день. Подождите, Валентин, то есть симптомы болезни не ушли? Они остались? Ну, как? Вони пошли, симптомы. Він... Оце последний рік, ну, последние два роки, ему трошки стало, что он стал хуже ходить. То есть сейчас ухудшение? Ухудшение, да. Ну, восемь роков. Він сам был самостоятельный. Він ходил дуже хорошо. По нему даже... Він такой был повненький, плотненький. Это сейчас так ему похуже. А вот у нас в студии я хочу представить еще одного гостя. Владимир Медведев, доцент кафедры медицинского университета. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, друзья. Как вы можете объяснить, почему у Вячеслава возвращаются симптомы? Почему ему вот хуже становится? В той час, это, звичайно, был, ну, фактично, как бы безальтернативный вариант ликования с таборовыми клетинами. Точнее, навыть про с таборовой клетины тут говорите важко, оскільки это фетальная тканина, там с таборовой клетины это надзвичайно мало. Теперь, что относится результату. Результат позитивный, мы его бачим. Він, до речи, теж повязанный с дією на иммунную систему. Потому что рассеянный склероз это то, что это заболевание, которое имеет очень важный нейроиммунный компонент. Владимир, ну вот мать утверждает, что симптомы возвращаются. Сейчас Вячеслав чувствует себя хуже. Это то, о чем говорил Стас. Теперь, стосовно тривалости эффекта. Звичайно, это не абсолютный эффект. Абсолютного быть не может вообще. Как бы вы ни лековали, что бы вы ни делали. Абсолютный может быть только Господа Бога. Он может вылечить абсолютно человеку. А мы, лекарь, мы работаем с певными эффектами, которые имеют в определенной мере позитивный момент, могут иметь какой-то негативный момент и имеют певную тривальность участия. Владимир, вот по вашему мнению, клеточная терапия, это технология будущего? Это однозначно технология майбутнего. Я бы ее не называл клетинной терапией. Я вважаю, что это термин совсем не науковый, как и омолоджение, до речи. Как и живые клетины. У нас в организме, слава Богу, все клетины живые. Если они клетины, понимаете? Ось, через это термин такой, ну, простенький, он профанационный, он профанует проблему. Мова сейчас идет про то, что эта технология, действительно, она очень перспективная. Но сейчас, кто не занимается, может честно вам сказать, что работают еще очень много. Владимир, вот у меня четкий вопрос. Почему Вячеславу сейчас стало хуже? Я вважаю, я вважаю, что зараз дать четкую ответ на это запитание мы пока еще не можем. Мы можем только передбачивать какие-то возможные варианты. Стас, это то, о чем вы говорили, когда упоминали случай. Про инженерную, с помощью стволовых клеток научились выращивать зубы. Научились сначала ставить, но как зуб пойдет дальше вверх, в сторону или вниз, это не могут предсказать. Но здесь, ведь это такое все изучают. Я в этом я не понимаю. Я бы сказал так, что вот такая динамика. Нельзя забывать о том, что мы, по сути дела, болезнь не вылечили как таковую, мы ее не уничтожили, мы существенно как бы повлияли на скорость и тяжесть. Приостановили. А тяжесть ее развития. Подождите, Андрей, тогда что, можем говорить, что у Людмилы и Веры болезнь тоже может как-то вернуться и симптомы, не дай бог, конечно. Вполне возможно. Для цега потребнее нормальное и клеще дослежение. Руслан, пожалуйста. Поэтому это надо изучать, исследовать и обязательно профессионально. Руслан, сколько времени это все еще нужно изучать? Я хотел бы немножечко расставить точки над «и». Согласно действующему законодательству, это закон о трансплантации, который был принят в 1999 году, статья 20 позволяет использовать фитальный материал в клинической практике. Это первый момент. Второй момент. Все ограничивается в основном, конечно, здесь биоэтическими аспектами. И мы с отцом Геннадием уже по поводу этого много раз дискутировали. И я скажу, что некоторые аспекты я лично для себя изменил в своем отношении к использованию определенных видов клеточного материала. Но я хотел бы отметить вот что. Скажите мне, пожалуйста, а после того, как вам вводили этот материал, вы проходили курсы лечения по основному заболеванию? Нет. Вот, пожалуйста. Вот мы отвечаем на вопрос. Нам доктор сказал, что никаких лекарств вы не должны понимать. 8 лет, и он вообще чувствовал себя прекрасно. Я вам скажу, 8 лет. Валентин, а сколько вы заплатили вот за такое лечение? 1700. 1700 гривен стоит в одном ведении. Дело в том, что вот сидят люди, специалисты, которые действительно могут, может быть, простыми словами, для простых людей объяснить, как это действует. Это очень важно и прекрасно, что у нас есть программа, которая простыми словами доносит для людей, собственно, что происходит. Но, в данном случае, я считаю, что каждый должен заниматься своим профессиональным делом. И я, как профессионал в области информационных технологий, могу обратиться к людям, которые сейчас смотрят эту программу. Нужно помнить, что если мы хотим быть в средневековье, если мы хотим отматывать кинопленку обратно и в конце концов вернуться в пещеры и быть дикими людьми, то, в принципе, сейчас нужно все это запретить. Денег на это не давать. В каждый случай человек умер, все закрывать. Друзья, нельзя стать на пути у информационного, у человеческого, генетического и прочих прогресса. Понимаете? Потому что тогда это лавина. Когда мы ее задерживаем, останавливаем, не хотим вникать в это, не верим и не даем этому потоку литься в нормальном русле, который там можно контролировать, он тогда накроет нас рано или поздно. человек это коктейль из физиологии и духовного начала. И, конечно же, вера в данном случае людей доктору в свои силы и в то, что они будут жить, она тоже творит чудеса. При этом каждый человек, принимая свое важное решение в жизни, должен не забывать о своей душе и что он использует в качестве, как говорится, необходимого для твоего здоровья материала. Этот момент, мне кажется, тоже нужно обязательно оговаривать. Спасибо, Снежана Егорова и Людмила, вы согласны? Да, я хотела, да, вот два слова, буквально, чтобы было правильно, что такое стволовая клетка с костного мозга и именно из пуповинной крови, она более чистая, она в действительности более сильная. Просто эмбриональная, я просто за них... Как можно утверждать такие вещи, не будучи специалистом? Дайте мне вам сказать, я вас слушаю, я вас слушаю. Так вы меня слушаете, вы послушайте людей, они же все об этом уже сказали. Эта клетка, которая составляет человека, человека надо... Ну, как бы... Сейчас, сейчас, Людмила Владимировна, давайте послушаем. Про единственной безграмотности, вот проблема. Через полгода после операции, когда ввели мне клетки, меня опять сделали коронарографию. Вы знаете, коронарография делается так, что человек в сознании, я смотрю на экран, вот такой, и вижу свое сердце. И 50% сиреневого цвета у меня сердце. Я спрашиваю, а почему мое сердце сиреневое? А они говорят, вот это у тебя столько выросло новых клеток. Понятно? Но, вот, я хочу сказать, ни разу мы не ложились в течение 10 лет. Я не знаю, с какими врачами вы советовались, например, мои врачи, мне говорят, Людмила Владимировна, не менее одного раза вы должны посетить больницу, полежать, обследоваться, поколоть какие-то ли, этот самый, мою капельницу, чтобы прочистить сосуды, посмотреть, чтобы врачи вас посмотрели и понаблюдали. Я честно, добросовестно выполняю это, их, как говорится, задание. Мы искренне желаем, чтобы вы были здоровы, и вы тоже вера. Часто сегодня это вопрос поднималось, почему-то все так налаштованы против слова эксперимент, но дело в том, что в нас в жизни ничего не экспериментально мы не можем переконаться. Боже мой, даже апостол Фома и то использовал шлях переконания для того, чтобы удостоверить воскресенье Христово. Вы понимаете? Это принцип людского познания. Мы не можем, кроме него, иначе выкрасить вариант. Нам не треба думати, что эксперимент это что-то такое надзвучайно жахливое, какое-то надругательство прямо над людской особистистью. Нет. Это принятный метод отримания нового данных. Рождение ребенка и его воспитание это эксперимент. Сел за руль автомобиля это эксперимент. Первый поцелуй эксперимент. Первый поцелуй эксперимент. Первый секс это эксперимент. Все. Жизнь эксперимент. До эксперимента в клинике в обязательном порядке проводится целый этап экспериментов в общении над людьми. Вот сегодня коллега говорил об экспериментальных работах на животных. Это эксперимент. Причем очень долго. Например, перед тем, как мы стали делать вот эти вот эксперименты, как мы говорим, в клинике по сердечной патологии, наш институт восемь лет работал над экспериментальными работами, прежде чем начать использовать это на людях. Дискуссия такая очень познавательная для многих. И, безусловно, остановить процесс развития науки это невозможно. И это, наверное, и не нужно задаваться такой целью. Но единственное, хочу сказать об одном моменте, который вот услышал от коллеги. Что вот тогда, когда мы сделаем это, тогда морально-этические нормы все отпадут. Прошу прощения, хочу всех предостеречь от этой опасности всех ученых, всех неученых и всех людей. Если мы уберем в нашей жизни морально-этическую сторону, я не говорю о духовной даже стороне, потому что морально-этическая в какой-то мере компенсирует и духовно, и учитывает духовную составляющую, то тогда конец истории. Потому что, еще раз повторюсь, одновременно с развитием науки, с развитием, так сказать, прогресса, мы видим и регресс, регресс совести, регресс, прошу прощения, той морально-этической составляющей, потому что есть возможность заработать. И как бы вот поэтому регуляция морально-этическо-правовая всех научных экспериментов, всех научных течений, она должна существовать. Сегодня время нашего эфира заканчивается, но завтра мы продолжим разговор в этой студии. Смогут ли стволовые клетки младшего брата спасти тяжелобольную восьмилетнюю Алену Алинык. Удивительная история борьбы за жизнь вопреки обстоятельствам. Завтра в это же время это касается каждого.